Беларусь Глава католической церкви, новые паспорта и свободная граница. Президент Беларуси подписал указ, который вносит изменения в список стран, гражданам которых можно въезжать в республику без визы сроком на 30 суток. Сколько в документе государств и кого из него вычеркнули? День народного единства отгремел по всей стране. Город на Березине, конечно, не остался в стороне и ярко встретил красный день календаря. Мы сильны и в свои дела, мы сильны в своей истории. Так почему же 17 сентября призван объединить беларусов? Наплевать на всех. Я думаю, что инвалиды абсолютно фиолетово тут парковаться или тут парковаться. Инспектор ГАИ продолжает выписывать штрафы за парковку под знаком инвалид. С начала текущего года 21 водитель был привлечен к административной ответственности. Сколько стоит наглость и какое алиби у нарушителей? Живая легенда. Игорь Бокий, пятикратный чемпион паралимпийских игр в Токио. Получилось выступить хорошо. За счет чего удалось добиться такого результата и почему эта история побед не столько над соперниками, но прежде всего над собой. Традиционная охота, визит Папы Римского и китайское бедствие. На юго-западе КНР зафиксировано мощное землетрясение. Сколько людей пострадало и есть ли погибшие? Беларусь ярко встретила День народного единства. Праздник самый молодой из всех государственных, но у него есть свои исторические корни. Родом он из 1939-го. Тогда страна вернула свои западные земли. Бобрусь красную дату календаря отметил красочно и масштабно. Всех гостей и участников принял Дворец искусств. Выставки, дегустации, продукции городских предприятий. Красивым финалом стал концерт. Все подробности в нашем следующем материале. Праздник, который мы заслужили. С Днем народного единства. Бобруськ. Да, он самый молодой среди государственных, но любовь у людей уже отыскал. Наш город с присущим ему масштабом отмечает 17 сентября. Да, погода внесла свои коррективы, но несущественные. Всех принимает Дворец искусств. В холле располагается ведущее предприятие города. Они здесь демонстрируют свои таланты. Например, красный пищевик удивляет различными сладостями. И, конечно, зефиром. Куда без него? Здесь перекусили, рядом можно попить. Бабушкина крылинка угощает коктейлями, греческим йогуртом, сырками. Чуть поодаль – мясные тарелочки. Колбаса высшего сорта. Все можно попробовать бесплатно. Какие изделия вы сегодня даете дегустировать гостям? Сегодня мы даем дегустировать сырокопченые изделия. Гостиниц от бабули. Колбаса московская, колбаса итальянская, колбаса кавказская. А также варенокопченые колбасы представлены. На одной стороне еда, на другой – одежда. Славянка и бобрызг-трикотаж демонстрируют новые коллекции. Есть вещи с национальным колоритом, с логотипом «Беларусь», герба и флага. И даже в честь Дня народного единства. А новые коллекции представлены? Новые коллекции представлены, да. Кожаные куртки мужские новые, кожаные пальто женские, с сапушкой натуральной. И новое пальто серия «Деми» очень пользуется большой популярностью. И «Деми» из искусственного меха. Сейчас в тренде очень. Все очень довольны покупательницей этой продукции. Какая у вас продукция сегодня здесь представлена? Сегодня представлена продукция «Бобрусь-трикотаж» нашей фабрики. Новые модели, можете посмотреть, у нас здесь много разных таких хороших. Пользуются спросом, очень хорошо продается. Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы еще было больше, чтобы больше покупателей было. Всего работает 10 торговых точек. Одни пробуют, другие примеряют. Отличительная черта, высокое качество и доступная цена. Холл «Борца искусств» – часть праздника. Есть и творческая локация. Там работает моя коллега Карина Гуревич. Карина, что у вас интересного и чувствуется ли торжество единения? Спасибо, Ольга. Праздник не просто ощущается, он в самом разгаре. У всех хорошее настроение. По-другому и быть не может. К примеру, отличный тон форума задают учащиеся городских музыкальных школ. Скрипка, цимбалы, флейта, бубен и даже баян. Юные музыканты Бобруйской школы искусств номер два демонстрируют таланты. Некоторым и мастер-классы дают. Рядом клуб вдохновения. Это представители народного творчества. Шкатулки, ключницы, доски. Все из дерева и ручной работы. Ездим мы в всевозможные ярмарки. Александрия, Славянский базар, День города мы постоянно. Сейчас были мы недавно на дне письменности в Кополе. Сейчас всевозможные дожинки проводятся. Постоянно мы в работе. Это наше увлечение. И определенная работа. Все это совмещаем. В этом плане повезло, что приносит работу удовольствие. Уникальную программу презентует Краеведческий музей. Симбиоз еврейской и белорусской культур. Неотъемлемая черта многонационального бобруйска. Соломенные шляпы, венки, глиняные свистки и даже головной убор с пейсами. Здесь и обережные куклы представлены, и предметы быта белорусского и иудейского. Ну и, конечно, здесь фрагмент ателье известного бобруйского портного Зямы Готкина. Вы все знаете бобра Самуиловича, известного на нашей рыночной площади, установленного в дожинках 2006 года. Так вот, костюм на нем от Зямы Готкина. На праздники – центр дополнительного образования. На показ выставили детские игрушки, сделанные с любовью. А это дороже любых денег. Чем занимаются в вашем центре ребята? Писероплетением, занимаются шитьем, изготовлением мягкой игрушки и плетением из бумажной лозы. Талантливые, перспективные, настоящие патриоты. Одним словом, бобруйчане. Каждый мастер на празднике – не случайный гость. Одни поют, другие играют, третий шьют, а некоторые и вовсе пилят. Они такие разные, но объединяет их одно – любовь к своей родине. Мы сильны, мы сильны и в своих делах, мы сильны в своей истории. И самое, наверное, главное для нас, белорусов, не забывать эту историю, а находить именно те исторические факты и события, которые должны говорить не только за нас, но и мы должны передавать нашему молодому поколению. Потому что уже они будут писать эту новую историю, новейшую даже историю. Финал красочной программы «Концерт». Песня «Беларусь. Имя святое» открывает его. После грамоты и цветы за высокий профессионализм. Среди награждаемых спортсмены, учителя, строители, медработники, промышленники. Все они трудятся на разных фронтах, но миссия одна – развитие Бавруйска. Затем творческие коллективы города берутся за дело. Яркое шоу никого не оставляет равнодушными. Зрители купают в овациях артистов. День народного единства завершился. И теперь это традиция. 17 сентября – не просто новая дата в календаре. Это еще один повод каждому из нас понять, какую большую цену заплатила страна, чтобы жить в своем государстве и называться нация. Для молодого поколения самый главный посыл – мы сильнее, когда вместе. В этом суть праздника, который призван объединить белорусов. Карина Гуревич, Ольга Васенда, Максим Галеонко, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Главнее всего – погода в доме. На заседании Бавруйска горосполкома обсудили готовность к осенне-зимнему периоду. Подготовка началась задолго до холодов. Выдали 724 паспорта готовности. Специалисты госэнергогазнадзора проверили состояние тепловых пунктов, систем электроснабжения и отопления. Включение отопления осуществляется постепенно по очередям потребителей. В первую очередь запускаются детские сады, школы, больницы, затем жилищный фонд, затем административные здания и сооружения. Все это зависит от наблюдения средней и наружной температуры воздуха. К отопительному сезону уже готовы 1128 жилых домов. Первая очередная задача для города – обеспечить теплом всех жителей. И зима не за горами. Для безопасности дорожного движения заготовят 12 тысяч тонн песчано-соляных смесей. Также приобрели два новых грейдера и пять мазов для уборки снега. Новый запрет – биометрические документы и даешь тепло. Отопление в столичных детсадах, школах и больницах начнут включать 20 сентября, где еще повысится градус. Кромкие заголовки недели далее в специальном обзоре. Президент Беларуси подписал указ, который вносит изменения в список стран, гражданам которых можно въезжать в республику без визы сроком на 30 суток. Ранее в списке было 80 государств, теперь 76. Из него исключили США, Бразилию, Гондурас и Китай. По поводу граждан Поднебесной в МИД пояснили – решение носит чисто технический характер. Между Минском и Пекином действуют правила для поездок, длительность которых может достигать 90 дней. Более 7 тысяч паспортов нового образца выдано в Беларуси с 1 сентября. Серьезного ажиотажа при получении документов нет. Службы работают в штатном режиме. Ежедневно поступает около тысячи заявок от граждан республики и иностранцев. Наибольшую активность проявляют жители столицы, а также Минской и Гомельской областей. Беларуси назначили нового главу католической церкви. Им стал архиепископ Минско-Могилевской архиепархии Иосиф Станевский. Родом из Гродненской области, ему 52 года. Ранее был вспомогательным епископом Гродненской диоцезии и генеральным секретарем архиерейской конференции католических епископов Беларуси. Могилевской области введен запрет на торговлю слабоалкогольными напитками на остановочных пунктах и в радиусе 25 метров от них. В соответствии с новведением нельзя заниматься продажей в нестационарных установленных местах, например, павильонах и передвижных торговых объектах, за исключением тех, которые предназначены для обслуживания населения в сельской местности. Отопление в столичных детсадах, школах и больницах начнут включать с 20 сентября. Решение принял Мингорысполком. Теплее станет и в музеях, государственных архивах, библиотеках и гостиницах. Другие потребители – жилищный фонд, общежитие – получат отопление, если среднесуточная температура в течение пяти дней будет держаться на отметке плюс 8 градусов по Цельсию и ниже. Опыт бобруйских правоохранителей Городской отдел департамента охраны посетили коллеги из России и Азербайджана. Повод оценить и посмотреть, как проходят будни местных милиционеров. Дежурная часть, учебный кабинет, показательные выступления кинологов, программа визита. Ольга Васенда продолжит тему. Мы рады витать вас на нашей гостеприимной белорусской земле. 10 утра. Департамент охраны встречает гостей из России и Азербайджана. Сначала традиционные угощения, затем дело. Первый пункт экскурсии – демонстрация возможностей. Мощная экипировка на груди милиционеров, бронежилет, видеорегистратор, рация. В машине – переносная лестница и инструменты. Кроме того, качественное обучение – главный критерий. Посещает и учебный класс, справочная информация, манекены, техническая база. Обмен опытом на наглядном примере. Следующая локация – питомник. На полосе препятствий показательное выступление. В центре внимания – служебные собаки. Кинологи делятся секретами дрессировки и взаимопонимания с четвероногими. Работают по принципу кнут и пряник. Гости внимательно слушают. В планах передать новый опыт своим сотрудникам. Они сегодня посмотрели наше подразделение, посмотрели, как мы развиваемся, как движемся вперед. И также они посетили наш питомник служебных собак, где мы показали, что наши собачки умеют и какие породы у нас воспитываются и несут службу вместе с сотрудниками. Здесь собаки – не домашние животные. Их долг – нести службу. Порода – немецкие и бельгийские овчарки. На базе тренируют патрульно-розыскных псов для поиска задержания преступников по запахам и следам. Содержат помощников в вольерах. Материально-техническое обеспечение отдела охраны на высоком уровне. Технические возможности позволяют брать и объекты, и квартиры граждан. Подготовка людей, в том числе, как мы сейчас с вами убедились, и животных, тоже на высоком уровне. То есть это люди, которые готовы обеспечивать безопасность граждан и покой в городе. Обмен опытом состоялся. Делегация покидает департамент охраны. Международные связи – важный элемент плодотворной работы. Еще более тесное сотрудничество – вектор на будущее. Ольга Васенда, Стас Чечерин. Итоги недели. Удобно – не значит правильно. Некоторые водители продолжают игнорировать на парковках знак «Инвалид». А ведь за это предусмотрен штраф в 58 рублей. Таких хитрых с начала года 21 человек. Да и не заметить специальные места тяжело. Они больше обычных на целый метр. Так почему в обручании нарушают и как в Европе борются с наглецами? Разбиралась Карина Гуревич. Вестер на Горького. Парковка вся забита. Даже места со знаком «Инвалид». Здесь стоит иномарка. ГАИ вызывает водителя. Документы в порядке – логичный вопрос. Почему нарушаете? Такой же ответ везде занято. Месколько там действительно реальный инвалид подъедет? Реально – раз, два, три, четыре места. Но максимум одно или два будет занято. Так что я думаю, что инвалиду абсолютно фиолетово тут парковаться или тут парковаться. Если вы сюда зайти, он тут припаркуется, он не поедет на место для инвалидов. Это ваше мнение. Но помните, инвалиду необходимо выгрузить коляску и пересесть в нее. А значит, открыть двери до упора. Поэтому их парковочные места шире – 3,5 метра против 2,5. И располагаются они ближе ко входу, чтобы сократить путь. Хотя это и привлекает здоровых людей. С начала текущего года 21 водитель был привлечен к административной ответственности за нарушение правил стоянки и остановки на местах, предусмотренных для парковки инвалидов. Административная ответственность за данное нарушение составляет две базовые величины. Парковаться на местах для людей с ограниченными возможностями могут инвалиды первой и второй групп. А также третий – с нарушением опорно-двигательного аппарата. Это относится и к людям, которые их перевозят. А вот ответственность распространяется не только на горе водителей. Торговые центры в этой же компании. Мы видим, что занимает какая-то машина, то охрана сразу подходит, предупреждая, чтобы люди переставили свою машину. То есть на это мы сразу реагируем, потому что это место принадлежит определенной категории людей. Если вы чему-то удивляетесь, давайте посмотрим на мировой опыт. Например, Германия. Там за подобное нарушение штраф 35 евро. А если место понадобится водителю-инвалиду, то машину и вовсе эвакуируют. И сумма санкции уже 250. Сейчас за парковку идет настоящая война. А на ней, как известно, все средства хороши. Только вот создавая для себя комфортные условия, вы наплевательски относитесь к другим. Разве оно того стоит? Карина Гуревич, Максим Галеонко. Итоги недели. Гордость Белоруссии. 16-кратный паралимпийский чемпион, бобручанин по рождению Игорь Боки. Он уже давно стал живой легендой спорта. На прошедших играх в Токио половец завоевал 5 золотых медалей. Как начиналась его карьера и какие дальнейшие планы? Все ответы в нашем следующем репортаже. Игорь Боки – золотой парень. На паралимпиаде в Токио он завоевал 5 наград высшей пробы. Всего в копилке бобручанина. Таких 16 медалей. Он уже без преувеличения. Живая легенда. Но чемпионами не рождаются. Ими становятся. У нашего героя все началось в 6. Спорткомплекс «Лесной» родной для Игоря. В этом бассейне он делал первые шаги в плавании. Упражнения на тренажерах, баланс, статика для равновесия. Каждый день. Благодаря упорству появились хорошая растяжка и выносливость. Прошло 17 лет. Ностальгия. Первое чувство, которое появляется в этом месте, вспоминает первого тренера. К ней я попал с самого детства. Но родители звели. И к ней в группу отдали. Вознякова и Наталья Юлиевна. Я начинал в старом бассейне, где кинотеатр «Товарищ», там церковь уже построена. А сюда перешел попозже. Уже группы сюда взрослые только ездили. Через 2-3 года, наверное, начал здесь тренироваться уже. Поначалу признается, в успех он не верил. Пара Олимпиада и вовсе была чем-то недосягаемым. Бассейн привели родителям. Они дали тогда мальчишке возможность попробовать свои силы в этом виде спорта. Помните свое первое выступление? Какие это были соревнования? Первое свое выступление, наверное, все-таки здесь оно было. Такие соревнования проходили на базе бассейна Леснова. Не знаю, как они, не помню, назывались. Маленький был. И тогда занял, по-моему, третье место. Ну, собственно, с того момента мне начало нравиться плавание. И вот появляется азарт, жажда победы. Но проблемы со зрением дают о себе знать. Тогда целью стала пара Олимпиада. Воля и труд – все перетрут. Сейчас Игорь Бокий – мастер своего дела. Позади двое игр. В Лондоне и Рио. Результаты впечатляющие. 11 золотых медалей, 1 бронза и серебро. Дальше подготовка к Токио. В 2020-м из-за ковида турнир перенесли. Сейчас все соревнования проходят под таким куполом, никуда не выпускают, ни из гостиницы, ни из бассейна. Возят, получается, специальным транспортом, автобусами из гостиницы в бассейн и все. То есть никуда попасть больше не можешь. 2021-й. МОК принимает решение играм быть. Игорь Бокий отправляется в Токио. Вид – батерфляй. 100 метров. 7 соперников. Четвертая полоса. Категория – С-13. Бобручанин побеждает. Еще одно золото в копилке. По итогам же пара Олимпиады Игорь завоевывает 5 наград высшей пробы. Какая дистанция для тебя была самой сложной? Наверное, первая. Первая всегда такая дистанция. Достаточно тяжело дается. Тем более, сейчас после акклиматизации было сложно и непонятно. По возвращению на родину чемпиона тепло встречают. В Минском аэропорту. Жена, родители, тренер, мама. Расскажите немножко про Игорь. Какие у него этапы были? Восстановление, может быть, самый сложный в эти моменты? Ну, самый сложный этап был, когда мы занимались под дорогой, мы плавали, и потом нам, как бы, вообще сказали, что, как бы, допустим, и, ну, все. Нам надо было кидать плавание. Теперь новые цели. Сейчас Игорь Бокки восстанавливается. Через месяц начнутся тренировки. В планах подготовку к чемпионату мира 2022, после которого и к летним паралимпийским играм в Париже. Ольга Вассенда, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Цыганский квартал, бедные дельфины, туристы в космосе. Туда отправилась первая в истории полностью гражданская миссия компании SpaceX. Кто в ее составе? Далее обзор громких мировых заголовков. На юго-западе Китая зафиксировано мощное землетрясение. Десятки пострадавших есть и погибшие. В зоне бедствия оказалась провинция Сычуань. Эпицентр подземных толчков магнитудой 6,0 располагался в 50 километрах от густонаселенного города. Эвакуированы почти 7 тысяч человек. Повреждены жилые дома, разрушены дороги. Папа Римский посетил один из беднейших цыганских кварталов Европы. Франциск I прибыл туда в ходе визита в Словакию. Тысячи людей живут здесь без работы и базовых удобств. Местные называют себя жертвами предрассудков. К слову, к пьезду главы католической церкви коммунальщики отремонтировали дорогу и дали свет. Обычно электричество и вода отключены за неуплату. ООН призывает ограничить искусственный интеллект. В частности, системы сканирования лиц, которые работают в общественных местах. Они несут угрозу соблюдению прав человека, так считают эксперты организации. По их мнению, необходимо регулировать использование таких технологий на международном уровне. На Фарирских островах прошла охота на дельфинов. Рыбаки заманили на мелководье и убили более 1400 морских млекопитающих. Из них добывают мясо и жир. Гриндодраб – традиция. Ей несколько столетий. В свое время это был единственный способ выжить. В целях сохранения местной культуры некоммерческая ловля разрешена, но вызывает огромное возмущение защитников природы. Миллиардер, медработница, предприниматель и ветеран войны в Ираке. Таким составом в космос отправилась первая в истории полностью гражданская миссия компании SpaceX. Там туристы проведут три дня. Пуск автоматизированной капсулы состоялся во Флориде. Корабль поднялся на высоту 585 километров от Земли, что на 100 тысяч метров выше положения МКС. Такими уходящими 7 дней увидели корреспонденты Бобрус-360 и я, Максим Кемпель. Новая неделя, новые итоги. Увидимся! Новая неделя, 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 новая неделя. Продолжение следует...